Честовать юбиляров семейной жизни, проживших вместе 50, 55 и 60 лет, давно стало доброй традицией в Ленинском городском округе. Пары, как и много лет назад, заходят в зал торжеств под звуком марша Мендельсона. Красивые, нарядные и счастливые. Чтобы поставить свои подписи в юбилейной памятной книге и обменяться клятвами в любви и верности. Верность и преданность в семье, это потом нужно говорить о человеке, что он не предаст не только близких людей, он Родину не предаст. Это верность и преданность Отечеству. Спасибо вам огромное за ваш пример, за вот эту красивую любовь, за то, что вы сегодня с нами на этом празднике. Я хочу пожелать вам, хочу пожелать всем нам, всем людям на этой земле, мира, счастья, любви друг к другу. И я хочу, чтобы на лицах, в сердцах каждого человека было счастье и чувство спокойствия за своих детей, за своих внуков. За их плечами не один десяток лет, прожитых вместе вопреки всем трудностям и невзгодам. У каждой из этих пар своя особенная история любви и свой жизненный путь. Их объединяет одно – они нашли для себя секрет семейного счастья. Уважать друг друга надо, уважать и прислушиваться. А вы как считаете? Я считаю так же. Вячеслав и Лидия Савельевы – коренные видновчане вместе с 1956 года, с самого первого класса. Он всю жизнь трудился программистом на московском коксогазовом заводе. Она работала в Министерстве легкой промышленности. Супруги также поделились своим секретом семейного счастья. Уважать его действия, поступки, думать, как он, но немножко иначе, поскольку он голова, а я шея. Терпение. Теплые слова поздравлений сменялись музыкальными номерами. Праздник получился очень светлым и жизнеутверждающим. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Субтитры создавал DimaTorzok